Футбольный сезон завершился. Славянские любительские команды подвели итоги чемпионата района на кубик Зарикубани и сыграли в финальные матчи в турнире памяти Василия Живтяка. В минувшие выходные на стадионе Станицы Анастасиевской собрались сильнейшие любительские футбольные команды Славянского района. Здесь состоялось торжественное открытие турнира памяти Василия Живтяка. Именно эти соревнования закрывают футбольный сезон 2023 года. Участников поприветствовали начальник управления по спорту и физической культуре Александр Прищепа и заместитель главы района, управляющий делами Артем Щеглов. Уважаемые команды, подобные турниры для Славянского района не всегда с особой энергетикой. Они для нас знаковые. Поэтому, наверное, в своих мыслях и делах мы должны быть достойны, по крайней мере Василию Степановичу. Он посвятил свою жизнь спорту, занимался воспитанием подрастающего поколения. Мы это ценим, помним. Большое слово благодарности. Ну, конечно, сегодня вам хочу пожелать хорошей игры, боевого настроя. Пусть царит спортивный дух. Победит, конечно, сильнейшая команда. Ну, а проигравшая стремится к первым местам. Удачи! У вас обязательно все получится. На торжественном открытии также подвели итоги районного чемпионата по футболу среди любительских команд памяти Александра Кладя, который проходил на протяжении всего года. Бронзовым призером чемпионата стала команда урожая прибрежного сельского поселения. На втором месте – футболисты Анастасиевского Олимпа. А кубок победителя оказался в руках команды «Динамо» Славянского РОВД, которая в очередной раз подтвердила статус сильнейшей футбольной команды Славянского района. У нас в Славянском районе неоднократно мы занимаем призовые места, команда «Динамо». Турнир всегда проходит оживленно, с энтузиазмом. Ну, ребята сильные. В основном четыре команды. Это Анастасиевская, «Динамо», прибрежные сельские поселения и Славянская. Это вот четыре команды, которые в основном борются за первые места. Но остальные ребята тоже как бы не отстают. Ну, сильнейший побеждает. В этот раз «Динамо» победила. Ну, уже третий раз подряд мы занимаем первое место. Я не знаю. Но это заслуга ребят нашей команды. Физкультура и спорт – это такой момент, когда люди раскреплящаются, отдыхают от работы, от трудовых будней. Поэтому спорт – это сила, здоровье. И все занимайтесь спортом, ребят. После завершения торжественной церемонии награждения зрителей ждала череда превосходных футбольных матчей между участниками турнира памяти Василия Жевтяка. Борьба за победу велась среди 13 команд, и каждая стремилась победить. В итоге места в турнирной таблице распределились следующим образом. Первое место – команда «Олимп» Анастасиевского сельского поселения. Второе место – команда «Филиал КубГУ» города Славянска-на-Кубани. И третье место – команда «Славянск» Славянского городского поселения. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».